Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Но, друзья мои, главное даже не это Главное то, что она действительно сказала, что она решила уйти с Ютуба Правда сказала, что не знает на какое время она уходит с Ютуба Но не будет точно снимать ролики энное количество времени Друзья мои, вы знаете, Лёлька, если честно, такое говорила уже не раз В том числе и когда она ложилась в больницу, да Когда она шла рожать И даже тогда она все равно нашла время для того, чтобы снимать ролики и пилить свои стримы Честно, я вообще не верю в то, что она действительно пропадет на какое-то время Ну, возможно, на день, на два, на три В это я еще могу поверить, но не более того Скорее всего, конечно, это якобы вынужденный уход с Ютуба Он не связан с ее здоровьем, так как она ни в чем себя не ограничивает никогда Скорее всего, Лёльке нужно, возможно, возможно Вот просто сейчас буду накидывать какие-то варианты, да Возможно, Лёльке, конечно, нужно будет время на что-то, да Может быть, конечно, она посовещалась с Козлодоевыми И решила, так скажем, создать определенную интригу Дабы все забеспокоились, дабы все запереживали Особенно хомяки Могу себе представить, как они будут бедные бегать по ее каналу и кричать Лёлечка, вернись, пожалуйста, вернись Мы без тебя не можем Они уже и сейчас вовсю там написывают, что уже жить без нее не могут Уже сходят без нее буквально с ума Да, лично я считаю, что это все-таки пиар-код Пытаются они своей вот этой вот компанией Лёлька со своими единомышленниками, да С Козлодоевыми пытаются привлечь внимание к каналу Каким-то образом его расшевелить, так как последнее время он действительно стух И может быть, да, может быть, конечно же, все-таки Кто его знает? Может быть, я не права Может быть, это все не ради пиара Может быть, ей действительно на что-то нужно время Кто его знает? Может быть, она решила съездить с тем же помощником А с Сергеем Петровичем Он, насколько я помню, собирался ближе к ноябрю месяцу Ехать в Краснодарский край за своими вещами Ну, кто его знает? Может, решила Лёлька его одного не отпускать, да Вдруг, как говорится, сбежи там и так далее Решила поехать вместе с ним Может быть, будет делать какую-то операцию Опять же, это мои предположения Допустим, убирать свой диастазный живот каким-то образом Опять же, ради того Петровича Кто его знает? Вариантов на самом деле может быть масса Но все-таки я почему-то вот склоняюсь к тому Что это Лёлькин очередной пиар-ход И сценарий, да, их вот этой вот всей гоп-компании Дабы все, все забыли Лёлькины промахи Последних дней Ну, а хомяки просто начали бы по ней скучать Ее всяко-разно вспоминать И звать Лёлечка, пожалуйста, вернись обратно Мы тебе все простим Мы будем кидать тебе действительно серьезные и хорошие донаты Друзья мои, как знать, что там на самом деле, да? Да, кстати Лёлька сказала, что Лёшка-картошка Ну, извините, он сам себя так называет Будет продолжать пилить видосы Лёль, я вот в этом даже, кстати, не сомневалась Что Лёша будет работать, так скажем, на благо своего семейства Ну, и опять, друзья мои, вы знаете Я так понимаю, что Лёлечка-Лёлечка Она вот все-таки сама, сама вот пытается создать какую-то интригу Но не знаю, получится у нее или нет У меня к вам просьба Пишите свои комментарии Обязательно напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу По какой причине Лёлька решила якобы оставить Ютуб на несколько дней Пишите, что думаете, как считаете Действительно ли она по какой-то причине уходит на несколько дней Да, или там на какое-то количество времени берет тайм-аут Или у нее действительно это просто определенная, так скажем, интрига Интрига и еще раз интрига Да, ну, в общем, смотрим на Лёльку Лёлька готовит, готовит, смотрю, без настроения На летней кухне Так как сейчас она на хозяйстве одна Я вот думаю, может быть, конечно, помощницы болеют Может быть, кто-то из вас писал, что они вообще свалили от нее Да, кто его знает Далее, друзья мои, Лёля показывает нам, как она делает уборку В комнатах показывает своих детей Ну, а далее уже едет с детьми в город Поехала с ними в аптеку И, знаете, выйдя после аптеки Уже в машине начинает трясти вот этим вот пакетом Кульком, да, медикаментов И рассказывать Вот это средство стоит очень дорого Лекарство, да, там, допустим, 2000 рублей Что-то там еще сколько стоит Еще, еще, еще И называет суммы, суммы, суммы Я вот так вот смотрю на нее, слушаю, Лёль И думаю, а для чего ты нам все это рассказываешь С какой такой целью, да, сейчас действительно все очень дорого Я вот пошла, купила два препарата И они мне обошлись в полторы тысячи рублей Действительно, я тоже считаю, что это дорого, да Есть препараты, которые значительно дороже Но, опять же, если это человеку надо И человек это покупает, да Зачем ты трясешь постоянно ценниками Ты считаешь тут что? Ты потратила эти деньги Соответственно, тут должны твои хомяки Каким-то образом прослезиться Понять, что бедная Лёлечка потратила деньги И каким-то образом начинать себе высылать донаты Дабы восполнить тебе, так скажем, твои финансовые потери, да Но, ведь ты же зарабатываешь деньги на Ютубе У тебя есть зарплата, у тебя есть донаты С какой стати? Ты получаешь деньги, соответственно, деньги Они как раз-таки и нужны для того, чтобы тратить Вот и трать их свои деньги на своих собственных детей Ведь ты детей, опять же, рожала не для хомяков Не для нас, да А для себя самой Вот и содержи своих детей И трать на них свои деньги Зачем вот эти вот чеки? Причем, замечая уже не в первый раз Постоянно выйдет и начинает озвучивать Лёлька, это выглядит действительно очень смешно Когда ты сидишь в машине за 3 миллиона рублей, да Многодетная мать, получающая прекрасные деньги на Ютубе И сидишь, трясешь чеками О том, сколько же ты, бедная несчастная Тебе пришлось потратить Кстати, про близнях она сказала Что они на месте Они болеют Да, с ними все нормально И она им купила лекарство Уж, если честно, я не знаю На месте они или не на месте Кто его знает, да Лёлька может сказать, в принципе, все, что угодно Мы их не видели, как говорится Ну, ладно, поверим ей на слово Пусть они будут на месте Пусть они болеют И пусть, да, она им купила лекарство Причем, опять, друзья мои И далее Лёлька демонстрирует во всю свою безответственность Причем все больные К врачу еще не ходили Диагнозы им еще не поставили Она говорит, я не знаю, что у нас То ли ОРВИ, да То ли, может быть, говорит, у них склоняется Может быть, говорит, пандемия Может быть, говорит, пневмония В общем, она сама не знает, что у них Но при всем при этом Они прутся в пиццерию пожрать Пофиг, что сами больные Пофиг, идут в общественные места Больные сами идут заражать других людей Вот честно, более свинского поступка Я сейчас в такое время, в ковидное время Просто представить себе не могу, да Она рассказывает о том, что детей отправили на дистанционку Потому что у них в школе болели учителя Соответственно, ее дети тоже могли этим заболеть Потому что они контактировали с учителями С одноклассниками И здесь вместо того, чтобы идти и сдавать Как раз-таки вот эти вот все мазки на ковид Она берет, собирает всех своих детей И прется в пиццерию, в общественное место Везде, вовсюду, вовсюда бегают вместе А почему было нельзя оставить детей дома? Почему нельзя было взять и поехать самой за лекарствами? Я так понимаю, поехала она за лекарствами Куда делся Петрович? Обычно он ездит всегда по всем ее вот этим вот, значит, поручениям До этого днем она ему звонила Она его собиралась отправить в аптеку Но он уже ехал домой И, видимо, решила она потом поехать Не знаю, не знаю, что у них там происходит Ни Петровича не видно Близнях тоже не видно Короче, никого не видно Лелька без настроения, да Но при всем при этом прется, друзья мои, в пиццерию В общем, да, свинский поступок поступает, как свинья Плевать на людей Плевать абсолютно Демонстрирует в очередной раз свое наплевательское Скотское отношение к окружающим людям Лишь бы просто набить свою утробу И вы знаете, вот человек, который говорил о том, что дети у нее заболели Да, все они находятся, значит, дома на карантине Но берет этих детей и тащит их в общественное место Утром стояла, орала Ухожу с Ютуба на какое-то время, потому что меня замучили приступы Не спала всю ночь И идет жрать пиццу в пиццерии Вы что-нибудь понимаете? Я вообще, если честно, ничего не понимаю Сказать, что я в шоке, опять же Это не сказать ничего Лелька, могу тебе сказать точно одно Заканчивай врать Если бы у тебя действительно были такие приступы, о которых ты говоришь Если бы у тебя действительно были такие проблемы со здоровьем Да ты бы ничего не жрала Ты бы сидела на воде Несколько дней подряд Ты бы вообще ничего не ела Ты бы просто вот сидела и соблюдала диету Но не ела бы все подряд А Лелька трескает все подряд И при всем при этом рассказывает нам про свои приступы Про то, что ей плохо Про то, что ей ужасно И у нее все плохо Да, друзья мои Я не знаю, кто в это верит Но, понятное дело, ее хомяки Конечно же, Лельке всегда верят Знаете, вот просто такие вот молодцы Верят любому ее слову Ну да С другой стороны, на то они и хомяки Они не думают, Лелька им сказала так Значит, действительно так оно и есть В общем, не знаю, честно Не знаю, насколько она ушла Когда она появится Что там на самом деле случилось Случилось ли вообще Или это просто очередной хайп от Лельки Которая решила просто, так скажем Уйти на какое-то время Дабы создать шумиху вокруг себя Чтобы они все говорили Чтобы они все писали Чтобы они все вспоминали И чтобы как раз-таки Вот таким образом Поднять интерес к своему каналу А возможно еще и для того Чтобы как раз-таки Многие забыли О последних ее вот этих вот промахах Да Когда она сдавала и себя И Козлодоевых И всех на свете с потрохами В общем, ребят Пишите, что думаете по этому поводу Оставляйте свои комментарии Вот такой у меня сегодня получился Обзор на канал Деревенский дневник Очень многодетной мамы И канал Мать-героиня Ну что ж Всех целую, обнимаю Всем желаю прекрасного дня Хорошего вечера Берегите себя, своих родных и близких Здоровья, здоровья Еще раз здоровья Ну и конечно же Всем тем, кто подписывается на мой канал Всем, кто ставит лайки Всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии Всем огромное спасибо Всех целую Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok